Я возвращаюсь к основной теме сегодняшней лекции. К тому, что такое T0, T1, S, M и L. И как только я это вам объясню, я смогу сформулировать, соответственно, основную теорию. Проще всего объяснить, что такое T0. Говорят, что функция сохраняет 0, если ее значение на нулевых значениях переменных тоже 0. В нашем случае просто первые 8 штук это все функции из T0. Вот они, все 8 штук они из T0. Они сохраняют 0. Дальше. Функция из T1, если, когда значение переменных единицы, то она единица. Таких функций здесь тоже 8 штук, но они расположены в таблице чуть-чуть более хитром. Надо их через один ставить, да? Чуть-чуть более хитром способом. Так, отлично. Сейчас я все быстро сделаю. Так, вот. А вот что такое S? Нужно обязательно предупредить. Функцию называют самодвойственной. Если, изменив в ее описание все нольки на единицы, а единицы на нольки, вы получите саму эту функцию. Вот, например, почему у нас функция ноль не самодвойственная? А потому что, если вы замените, то у вас верхняя строка поменяется с нижней, а ноль эти должны замениться на единицу, а они не заменились. Это функция не самодвойственная. Эта функция тоже не самодвойственная. Давайте поймем, есть ли, какая самодвойственная функция? Эта не самодвойственная. А вот это уже интереснее. Так, ноль-ноль с единицей, замечательно. Слушайте, а помимо самодвойственная. Да, А. Замечательная функция А. Почему она на единице? В этом тексте поменяйте нули на единицы, единицы на нули. То же самое получится. Вот, отлично. Мы нашли самодвойственную функцию. По той же причине функция B самодвойственная. Так, давайте здесь посмотрим. А вот здесь нет. На самом деле, посмотрите, есть простой способ. Надо понимать, что при двойственности у вас на самом деле верхняя строчка соответствует нижней, а вторая ледь. И поэтому у вас вот здесь должны стоять разные числа, и здесь должны стоять разные числа. Если сделать симметрию, то есть сначала средний прямой. Давайте проверять, здесь как? Здесь никак, да? Здесь никак. Здесь должны быть единицы после того, а их нет. Значит, не подходит. Так. Нет. Что? Не подходит. Здесь не подходит. Туда же. Что? Тоже не подходит. Тоже не подходит. Ну, бывает. И это не подходит. Нет, это не подходит. Вот это подходит. А это подходит. Потому что здесь меняешь единицы, переходят в ноль, а это в ноль переходит. Отлично. Нет, не подходит. Седа еще не подходит. Почему здесь подходит? Давайте я здесь тоже поставлю минусы, просто для красоты, чтобы вы имели общее представление о том, где же у нас плюсы, где минусы. Хорошо. Хорошо. Теперь, вот теперь интересная штука. Что такое монотонная функция? Вы привыкли, что бывают функции монотонно возрастающие, а бывают монотонно-то бывают. А здесь говорят просто, монотонно. И определение вводит в следующий образ. В общем-то, я настолько привык работать в этой аудитории, что отсутствие вот той же доски действительно воспринимают... Я просто привык там что-то написать. И вот я автоматически, что вот надо там что-нибудь написать, и вдруг обнаруживаю, что... Что такое монотонная функция? Если... Скажите, от трех примеров. Если а больше или равно, чем х, b больше или равно, чем у, и c больше или равно, чем z, то f от а, b, z должно быть больше или равно, чем f, x, y, z. Вот так звучит определение монотонной функции. И давайте подумаем, что это означает. Означает это вот что. Когда вы берете и идете вот отсюда сюда, то значение из верхней строчки во вторую строчку, то значение должно остаться прежним или увеличиться. Если вы идете из первой строчки в третью, то же самое. Значение должно увеличиться или остаться прежним. И когда вы ведете из вторую в четвертую, и из третьей в четвертую, значение то же самое должно не уменьшиться. Отлично. Скажите, функция состоящая из всех нулей, она монотонная или нет? Монотонная. Монотонная, конечно. А вот эта функция? Монотонная. Монотонная. Ребята, смотри, здесь она возросла, а вот эти две можно не сравнивать. Она как раз монотонная. Дальше. Здесь возросла, здесь нельзя. Здесь нормально монотонная. Здесь что? Здесь не монотонная. Кстати, все, что с единицами, они не монотонные, они не монотонные, за единственным исключением, когда все единицы. То есть я в конце ставлю плюсик, а все остальные ставлю минусы. И еще ровно половина из этих функций это линейные функции. Линейные в том смысле, что в их многочлене Жигалкина нет произведения А на В. Я напомню вам, что такое вообще пункты без А у нас в катаке. Это 0, 1, А, А плюс 1, Б плюс 1, А плюс Б. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Еще А плюс Б плюс 1. И само Б еще там. Отлично, еще Б. Вот они все линейные. Давайте я просто их буду находить и отмечать. Так, 0 искать. Замечает, он туда не прятался. Б вот здесь. Тоже легко найти. А я тоже помню где. Дальше. А плюс 1. Так, А плюс 1 я не помню где. Отрицание Б это... Отрицание Б это вот она линейная функция. Спасибо, это Б плюс 1. Все-таки А плюс 1. Это 1, 1, 0, 0. Где эта штука? А вы там написали из А, слили из Б. Это четвертая функция. Это же не правда. Что это такое-то? Это что ж такое? Это, конечно, отрицание А. Где тогда из А следует Б? Из А следует Б. Из А следует Б это вот это А. Из А следует Б это то же самое, что вот это. А плюс 1 написал, Б плюс 1 написал. А плюс Б где? Вот здесь. А плюс Б. И, наконец, А плюс Б плюс 1. Это 1, 0, 0, 1. Это где? Это вот здесь. Так, правда, что у меня плюсиков? Раз, два, три, четыре, семь. Куда я? Сама единица. Спасибо, это тоже единица. Отлично. Маленький копик мы совершили. Мы для всех функций от двух перемен выяснили, какие из них сохраняют ноль, какие из них обладают тем свойством, что они сохраняют единицу, какие самодвойственные, какие монотонные, какие линейные. То есть, вы в представлении, чьи они вообще отжигаются на... Да. Почему третья из конца не зажигается? Третья из конца, вот эта? Нет, не монотонная. Потому что здесь поле, а здесь один. Что это? Былась какая-то зажига. Третья из конца не зажигается. Поняли? Третья из конца не монотонная, потому что здесь поле, а здесь один. Альцисович, вас спрашивают, почему Б? Почему Б? Так. Во-первых, я точно понимаю, что функция Б монотонна. Потому что представить себе, что Б у меня при увеличении Б уменьшится, я все-таки не могу. Поэтому давайте так. Я точно знаю, что вот эта функция монотонна. А давайте анализировать вот эту третью из конца. Значит, итак, на наборе, давайте выбираться, на наборе 0,0 она приняла значение 1. Любой другой набор не меньше, чем набор... Она же не монотонная. А? Так я и говорю, что не монотонная. Она на наборе 0,0, я это плохо сказал. Но... Ребят, настоящее определение, ну вот. То есть при увеличении неизвестных, значение функции должно увеличиваться и не оставаться прежним. Смысл такой, что если у вас функция в точке 0,0 равна 1, то она уже автоматически дальше везде должна... Понятно, где? Равняться тоже единице. Вы должны понять, что если вам дали огроменный набор функций, даже не обязательно там 1, 2, 3 или 5, но набор функций, которые обладают всем замечательным свойствам, что нольки он переводит всегда в ноль, то сколько эти функции друг в друга не подставляют, все равно ноль будет переходить в ноль. Это называется Т0 замкнутый класс. Так, господа, вы через охрану проходили все это время? Или вы опоздали? А, вы первые честные опоздавшие. Понятно. То есть через 1 час 10 минут после начала лекции зафиксированы первые твое опоздавших. Все до этого были прорвавшиеся через охрану. Замечательно. Первые твое. Когда будут последние опоздавшие? По замкнутому лекции двухчасовая? И если человек сумеет опоздать, скажем, на 2 часа и 1 минуту, если функция во всех нулях всегда равна нулю, то единицы в качестве значения просто нет. Поэтому, если вам дали, то есть даже очень большой намной функции, но целиком лежащий в Т0, то все, вы за пределы этого множества уже не выйдете. То же самое. Если вам дали функции, которая на единичках делает единицу, то если функции у вас только такие, сколько бы их ни было, все равно всегда так будет. Если вам дали линейные функции, то сколько линейные функции между собой не складывать, и линейную в линейную сколько не подставляет, все равно будет только линейная. Пока вы используете только знаки плюс или плюс один, у вас не возникнет стапа уложения. Поэтому композиция любого числа линейных функций, это линейная функция. Это все замкнутые классы. Точно так же, если у вас есть монотонные функции, композиция монотонная, если у вас есть самотвойственные функции, то их композиция тоже самотвойственная. Боюсь, что вот этот момент не вполне очевиден. Давайте я запишу понятие самотвойственной функции вот примерно на этом языке. Значит, господа, монотонная, понятно, где-то стоит знак неравенства и все. А вот давайте, что такое самотвойственная. Когда функцию f называют самотвойственной? А вот когда. Когда вы берете, вычисляете функцию f в некоторых точках, но, внимание, заменяя их по принципу 0 на 1, 1 на 0, то на самом деле вы должны получить значение функции в старой точке, замененное по принципу 0 на 1, а 1 на 0. или, если угодно, на языке многочленов, если писать на языке многочленов, то должно быть так. f от x плюс 1, y плюс 1, z плюс 1, плюс 1, это должен быть f от x и x. Вот так вот это записывается на нынкошленов. Первый вопрос. Есть ли среди наших 16 функций какая-нибудь, которая всем пяти классам не принадлежит? Чтобы стояли минусики во всех пяти позициях? Да. Да. Что же это за пяти? 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, штрих, шрифтка. 1,